Правдива ли история о проклятии, которая постигает того, кто прикасается к могилам царских особ древнего Египта? Почему мумии кричат и как выглядит самая лучшая мумия всех времен? Ответы на эти вопросы вы узнаете в этом выпуске. В начале ноября 1922 года исследователи нашли первую зацепку, которая могла привести их к желанной гробнице Тутанхамона. Это была лестница, которая вела одновременно в рай в плане находок и в ад в плане последствий. Группа исследователей во главе с британским археологом Говардом Картером буквально шокировали весь мир. Картер разрешил посещение гробницы местным официальным лицам. Археолог очень опасался повреждения находок, но не мог отказать. Ему угрожали международным скандалом. Затем доступ к гробнице был ограничен настолько, насколько возможно. Как вы понимаете, когда люди идут на такие крайние меры, это означает лишь одно – они нашли нечто безумно ценное. Внутри погребальной камеры лежал тот самый гроб Тутанхамона и мумия, скованный золотой маской на лице. Это был самый прекрасный портрет усопшего фараона с выразительными глазами из темно-синего стекла и обсидиана в широком ожерелье со сверкающими цветными камнями. Также в этом помещении нашли более 5000 различных предметов, которые, как предполагалось, должны были сопровождать фараонов загробный мир. Но ученых интересовали не столько предметы, сколько сама мумия. Ее анализ позволил установить возраст умершего фараона и скорректировать датировку событий. Фигурки парня в царском головном уборе на золотом и серебряном жезле говорили о том, что Тутанхамон взошел на трон еще юношей. Религиозные тексты на балдахинах помогли расшифровать некоторые заупокойные ритуалы того времени. Давно и казалось, навсегда ушедшая эпоха Древнего Египта возвращалась к жизни и обретала плоть. Но знали бы ученые, что за этими шокирующими открытиями может последовать ужасное проклятие. Некий Джордж Герберт финансировал раскопки гробницы Тутанхамона. Если верить легенде, он стал первым, кто пострадал от гнева фараона. Мужчина случайно расчесал комариный укус во время бритья и умер от заражения крови. Что удивительно, это случилось чуть больше, чем через месяц после вскрытия гробницы. Говард Картер, археолог, обнаруживший гробницу, отблагодарил своего друга Брюса Ингрэма за помощь и торжественно вручил ему мумифицированную руку с браслетом в память о раскопках. Вот только через время стало ясно, что на этой самой руке было написано «Да будет проклят тот, кто двинет моим телом». Ингрэм не умер от проклятия мумии, но его дом сгорел вскоре после получения подарка. Когда он попытался отстроить дом заново, на него обрушилось наводнение. Другой богатый финансист, Джордж Джей Гуд, тоже приехал посмотреть на открытую гробницу и помочь финансово в ее изучении. В обмен на это он получил свою долю порчи и скончался через пару месяцев после инцидента. Были среди людей такие, как Ю Эвелин Уайт. Этот мужчина тоже принимал участие в раскопках, и когда он узнал о том, что случилось с остальными, то наложил на себя руки, оставив своим друзьям записку. «Я тоже поддался проклятию, которое заставило меня исчезнуть». Согласитесь, когда группа совершенно здоровых ученых открывает гробницу, ничего подобного происходить не должно. Но здесь происходит не просто одна смерть, а целая очереда из неприятностей, которая связана именно с теми, кто непосредственно принимал участие в раскопках. Есть, конечно, мистические версии, мол, людей проклял фараон, но есть и более рациональное, по типу того, что в гробнице был какой-то грибок или иная инфекция, которую подхватили все, кто находился внутри. Но с другой стороны, почему в таком случае сам Говард Картер, главный исследователь, остался цел и прожил здоровую жизнь? Может быть, фараон его пощадил? Наверное, каждый человек на этой планете слышал о Титанике, о корабле, книге, о фильме и о чем угодно, связанном с этим. Но знали ли вы, что на том, самом столкнувшемся с айсбергом корабле, видели мумию египетской жрицы? Говорят, что это напрямую связано с известным крушением лайнера. За 8 лет до краха, в 1904-м, произошло событие, которое на первый взгляд никак не связано с лайнером. Люди перевозили груз, среди которого был таинственный саркофаг, скрывавший мумию древней жрицы. Транспортировка удалась, и саркофаг оказался в музее. Однако, через несколько лет к нему вернутся с исследованиями и подробными изучениями. Говорят, что во время потопления Титаника эта мумия была там, и случившаяся трагедия ее вина. В то же время, сотрудники музея уверяют, что саркофаг ни разу не вывозился и никак не мог оказаться на лайнере. Конечно, можно счесть эти байки за запудривание мозгов. Но как быть с тем, что произошло после? Узнав об этой пугающей истории, якобы в потоплении Титаника виновата мумия, некоторые коллекционеры стали скупать ее части, например, в верхнюю крышку гроба. Но стоило им это сделать, как на их семью тут же находило проклятие, и они умирали. Везде, где бы ни оказалась мумия, помимо музея, беспрерывно происходили беды. В 1991 году в Эдстальских Альпах исследователи нашли мумию человека, вмерзшую в лед. Дело было на границе Италии и Австрии, на высоте 3200 метров. И немецкие туристы решили, что это альпинист, который погиб несколько лет или даже десятилетий назад. Почему они сделали такие выводы? Да потому что останки выглядели очень свежо и хорошо. Они прекрасно сохранились во льду и могли неплохо помочь в расследовании дела. Однако, как только тело попало на стол изучений и был проведен радиоуглеродный анализ, всем ученым в комнате стало ясно. Перед ними одна из старейших человеческих мумий, обнаруженных на территории Европы. Возраст находки, как потом удалось установить, был не менее 5300 лет. Имя Эдси ей дали по названию долины, расположенные рядом с горами. Как только вся эта информация попала в СМИ, к мумии словно по щелчку пальцев выстроилась очередь без конца и края. Ученых, которые жаждали посмотреть на нее воочию, но знали бы люди, что они стоят не в очереди на чудесные открытия, а в очереди на верную смерть. Ведь ровно в том порядке, в котором люди получали доступ к Эдси, они и умирали спустя короткий промежуток времени. Например, доктор Хэн, который лично поднял тело и первым его исследовал. Он погиб автокатастрофе по дороге, направляясь на свою же лекцию о замороженных останках Эдси. Следом за ним на тот свет отправился один из альпинистов, который привел Хэна к телу. А за ними умер и журналист Райнер Хельцель, единственный человек, у которого был доступ к фотосъемке перемещения тела с горы. На этом, если верить легенде, история смертей не обрывается. Люди умирали ровно в том порядке, в котором они прикасались к телу. Как вы думаете, почему все так и может ли это быть обычным совпадением? А теперь давайте вернемся обратно в Египет и взглянем на мумии с золотыми языками, которые лишили дара речи совершенно всех ученых, что их увидели. Археологи из Испании откопали две гробницы с останками мужчины и женщины возрастом 2500 лет, которых похоронили с золотыми языками, пластинами из золотой фольги. Это не первая находка такого рода. Считается, что этот необычный атрибут, собственно, золотой язык, должен помогать идущим в царство мертвых убедить Осириса проявить милосердие к их душам. Но, естественно, никто не знает, насколько это правда. Каждый найденный умерший покоился в собственном саркофаге. В захоронении было множество похоронных статуэток, ювелирные украшения и другой погребальный инвентарь. Повезло, что одна из мумий осталась нетронутой. Она идеально сохранилась до наших дней и, возможно, позволит открыть какие-то новые подробности обрядов тех лет. Ведь точного объяснения золотым языкам современные ученые все еще не придумали. Остается надеяться, что никто после этого не умрет, и это не окажется очередным ужасным проклятием. К слову о проклятиях. Вы что-нибудь слышали о принцессе Укока? Более 30 лет назад, в 1993 году, на Алтае под толстым слоем земли, в вечной мерзлоте археологи сделали удивительное открытие. Нашли достаточно хорошо сохранившуюся мумию молодой женщины, а рядом останки лошадей, украшений и другие предметы. Даже несмотря на то, что эта женщина умерла более 2000 лет назад, ее останки сохранились удивительно хорошо, настолько, что на теле были видны даже татуировки. Таинственную незнакомку журналисты назвали принцессой Укока в честь плоскогорья, на котором ее нашли. Стало известно, что, возможно, мумификация выглядела следующим образом. Врачи того времени сперва вытащили все внутренние органы и мозг, а также разрезали некоторые мышцы. Необходимые полости они заполнили травами, что препятствовало бы развитию бактерий. В качестве усиления эффекта на кожу нанесли специальный состав, который также останавливал разложение. Именно благодаря этому тело смогло сохраниться настолько хорошо и качественно. По крайней мере, так считает официальная версия и круг ученых. Местные верующие же придерживаются кардинально другого мнения. По их словам, мумия сохранилась настолько хорошо лишь из-за того, что она является особенной. На нее наложена древняя магия, трону в которую можно навлечь на себя немало бед. И именно поэтому принцессу нужно как можно скорее вновь придать земле. К примеру, в одном из эпосов алтайцев идет речь о некой женщине-воительнице, которая защищала родную землю. Некоторые посчитали, что это и есть принцесса Укока. Правда, никакого оружия, кроме ножа для мяса, в кургане не нашли. Да и вообще, людям не нужны материальные подтверждения. Достаточно взглянуть на то, что случилось сразу после того, как мумию подняли из земли на вертолете. В этот момент у транспорта отказал двигатель. Лишь мастерство пилотов и небольшая высота позволили избежать жертв. Между тем, землю начали сотрясать первые толчки, а небо заволокло грозовыми тучами. Такого буйства стихии ученые не встречали никогда. Казалось, что сама земля противится и не хочет отдавать людям древнее захоронение. Тем не менее, ученые взяли то, что захотели, за что и поплатились рядом иных бедствий. Наводнения сменились засухами. Посевы то гнили на корню, то сжигались беспощадным солнцем. Все это местные шаманы связывают именно со сквернением старой гробницы. Они считают, что ученые потревожили тело защитницы Земли, стоявшей на границе двух миров. А вот кто тоже то ли стоял на границе двух миров, то ли просто находился по ту сторону реальности, так это найденная в Египте кричащая мумия. Она отличалась от всех остальных особо жутким выражением лица. ДНК-тесты подтвердили теорию о том, что перед нами мумия принца, который был приговорен к смерти и, вероятно, повешен. За что с ним так расправились? Кто это был и иные подробности, еще предстоит узнать, но пока известно лишь одно. С этой личностью совершенно точно было что-то не то. Дело в том, что помимо наводящего страха и ужас поражения лица, кричащая мумия также не имела специальной похоронной отметки, что, согласно обычаю того времени, лишало ее загробной жизни. Руки и ноги этого человека были связаны, и более того, он был мумифицирован нетрадиционным способом. Вернее, его вообще не мумифицировали, а просто дали высохнуть в природной соде, а затем залили смолу в рот. К тому же мумия была покрыта овчиной, что в Древнем Египте означало присутствие нечисти. Одна из главных теорий исследователей заключается в том, что перед нами какой-то проклятый человек, которого опасались другие местные жители. Именно поэтому его так нещадно похоронили. А открытый рот и поза крика – это та поза, которую человек принял, когда злой дух в конечном итоге покинул его тело. И поскольку сам человек к тому моменту уже был мертв, рот у него обратно не закрылся и застыл в таком положении по сей день. Что удивляет не меньше, так это то, что даже несмотря на всю эту мумию захоронили рядом с семьей. Уходит, что королевская община про все это знала и пыталась помочь своему близкому, однако сделать этого у них так и не получилось. Именно так называются следующие мумии, о которых у нас с вами пойдет речь. Вообще, Чинчоро – это отдельная древняя культура, существовавшая на западном Тихоокеанском побережье Южной Америки, на территории современного региона Перу. Для многих, наверное, это станет шоком, но на самом деле они придумали делать мумии даже раньше египтян. Дело в том, что найденные современными учеными мумии, жители Чинчоро считаются самыми древними. Возраст некоторых превышает даже 9 тысяч лет. Интересно, что такому сложному обряду погребения подвергались все жители Чинчоро, независимо от статуса, в отличие от тех же египтян. Ученые полагают, что эти люди пришли с высокогорий Ант примерно 9 тысяч лет назад и обосновались на берегу Тихого океана, где занимались рыболовным промыслом. Но самое интересное, конечно, совсем не это, а то, как именно выглядит их древняя мумификация. Ее самый первый вид называется черной мумификацией, и он выглядит следующим образом. Все части тела мумифицируются отдельно, заполняя внутренние полости сухой травой и золой. Для тела создавался деревянный костяк из палок, чтобы оно сохраняло свою форму. Его покрывали специальной смесью из смолы, морских животных и птичьих яиц. На лицо накладывали глиняную маску, а затем покрывали краской из черного марганца. Довольно-таки крипово. Хотя, возможно, со званием «Самая криповая мумия» я немного поспешил. Синь Джуй тоже имеет право номинироваться на этот статус. Перед вами китайская мумия, которой более двух тысяч лет. И поверьте мне, она по-любому вас удивит. Начнем с того, что эта китайская мумия сохранилась в разы лучше, чем любая другая египетская. Одного этого факта достаточно, чтобы бросить вызов науке и поставить всех археологов в тупик. Но мы пойдем дальше и узнаем, кого именно так здорово мумифицировали и где нашли тело. Это была дворянка Синь Джуй, девушка, которая, скорее всего, при жизни являлась супругой канцлера в королевстве Чанша. А нашли ее спонтанно, на 12-метровой глубине во время раскопки бомбоубежища. Но самая удивительная вещь заключалась в том, что в момент обнаружения мумия плавала в золотисто-желтой жидкости, которая мгновенно потемнела после вскрытия саркофага. А когда археологи прикоснулись к мумии, то оказалось, что ее кожа мягкая и влажная. Более того, конечности и мускулы китайской дворянки тоже сохранили подвижность. Их можно было легко согнуть и разогнуть. Может, кто-то из вас не знает, но те же египетские мумии и близко не могут похвастаться подобными показателями. Порой прикосновения к ним будет достаточно, чтобы они рассыпались на мелкие частички. Но и это не все. К удивлению всех ученых, в жилах мумии все еще оставалась кровь. Выходит, что она продолжала течь, ведь в противном случае кровь бы просто свернулась. Вместе с этим органы Синджуй тоже остались целыми. На голове были волосы, причем в неплохом состоянии. У нее получилось взять отпечатки пальцев. А еще у нее сохранились перепонки в ушах. Но как такое может быть? Первой самой главной зацепкой стала та самая жидкость, в которой нашли дворянку. Вторая версия гласит, что все это стало реально лишь благодаря четырем герметичным гробам. Камера находилась глубоко внизу, из-за чего температура для сохранения останков являлась оптимальной. Ну и вместе с этим, сразу после захоронения, гробницу засыпали толстым слоем древесного угля, что сделало ее полностью водо- и воздухонепроницаемой. А что думаете вы? Мне почему-то кажется, самым главным фактором стала эта самая жидкость. Жаль, что находку обнаружили еще в середине прошлого века. Тогда у экспертов не было нужного оборудования, и определить точный состав так и не удалось. После вскрытия, естественно, жидкость неоднократно изменилась в составе, поэтому раскрыть эту загадку сегодня уже не представляется возможным. Но давайте вернемся обратно в Египет. Там есть о чем еще рассказать. Для начала давайте поговорим про египетские пирамиды, одну из главных загадок мира и главную тайну всего Египта. Несмотря на то, что им уже более 4000 лет, они до сих пор не перестают удивлять. Особенно выделяется Великая Пирамида Гизы или Пирамида Хеопса. Не зря ее называют Великой Пирамидой, ведь она не только представляет собой единственное дошедшее до нас чудо света, но и является настоящим архитектурным совершенством. Сложно найти строение более совершенное и идеальное даже в наше время. Если бы мы захотели, то вряд ли бы построили бы копию этой пирамиды. Один лишь этот факт ставит в тупик археологов, архитекторов, историков и даже астрономов. Причем тут астрономы? Дело в том, что египетские пирамиды были идеально выровнены по созвездию Ориона. Каждая пирамида не просто соответствует звезде. Верхушки пирамид идеально попадают в каждую из звезд, и на рисунках получается подобие мишени. Это было бы поразительно даже в том случае, если бы пирамиды были небольшими, но ведь они огромные. Даже по нашим меркам египетские пирамиды – это монументальное строение, а по меркам 4000 лет назад это вообще было нечто за гранью возможного. К слову, пирамида Хеопса после постройки в течение последующих 3900 лет оставалась самым высоким сооружением на планете, пока первенство не перешло к эфиревой башне. Один этот факт ошеломляет. Поражает и объем материалов, затраченных на строительство пирамид. На одну только пирамиду Хеопса ушло около 2,5 миллионов прямоугольных каменных блоков весом от 2 до 40 тонн. Причем все они были расположены идеально. Да, сейчас со временем между некоторыми блоками образовались отверстия, но раньше между блоками действительно было нереально просунуть даже лезвие ножа или что-то либо другое тонкое. При этом в третьем тысячелетии до нашей эры у египтян не было подходящих технологий. Не было даже колеса, чтобы перевозить каменные глыбы, и не было станков для обработки камней до идеального состояния. Удивительно и то, что пирамиды по подсчетам ученых построили всего за 20 лет. Причем мы видим лишь внешнюю оболочку. А ведь не стоит забывать и о сложнейших коридорах и галереях внутри этих усыпальниц фараонов. Там есть масса различных комнат, и даже современные ученые не знают, в какой именно покоится фараон. И даже это еще не все. Под пирамидами есть тайные ходы, а недавняя находка и вовсе поразила всех. Ученые обнаружили, что пирамиды продолжают как бы расти вниз на десятки метров, и выглядит это примерно так. То есть пирамиды в Гизе – это по сути лишь верхушка айсберга. Все это наводит на мысль о том, что египетские пирамиды однозначно не творение египтян. Существуют современные теории, что пирамиды строили профессиональные рабочие, а не бедные рабы. Что египтяне шарили в математике и геометрии, как никто другой. И что они работали огромными сменами без остановки, а также пользовались разливом Нила, что и позволило им создать такие строения быстро. Но даже в это с трудом верится. Куда больше верится в то, что пирамиды создали инопланетяне. И вообще пирамиды – это лишь немногое, что связывает Египет и инопланетян. Есть масса других находок и артефактов, которые говорят о том, что пришельцы бывали в этом месте. Одним из главных артефактов касательно древнего Египта и инопланетян считается папирус Тулли. Его обнаружил Альберто Тулли в 1933 году в антикварном магазине, и тот его заинтересовал. Он в целом очень интересный, ведь считается, что это одна из самых ранних известных записей о летающих тарелках не только в Египте, но и во всем мире. Предположительно, это событие произошло во времена 18-й династии, около 1480 года до н.э. В папирусе говорится, что при фараоне Тутмосе III на землю опустился огненный диск диаметром 50 метров, а вышедшие из него существа разговаривали с самим фараоном. Подчиненные фараоны не имели права не то что разговаривать с пришлыми гостями, но даже смотреть на них. Спустя несколько дней в небе стало появляться множество подобных кораблей. Фараон собрал армию, чтобы наблюдать за ними. Вскоре корабли инопланетян улетели на юг, а с неба на египтян посыпались рыбы, ящерицы и другие животные, что египтяне сочли чудом, а фараон велел у милости, ведь бога Ра жертвой. Совпадение ли, но после этого Египет совершил технологический прорыв. Выглядит это все так, словно фараон заключил какую-то сделку с инопланетянами. Что если за несколько тысяч лет до этого то же самое сделали другие фараоны, и в обмен на прославление пришельцев заручились у техподдержки в плане строительства пирамид? Если это так, то в том, что пирамиды были построены за 20 лет, и таким идеальным образом нет ничего удивительного. А то, что пирамиды указывают на созвездие Ориона, может говорить о том, что инопланетяне прибыли именно туда, и таким образом они прославили свой родной дом на нашей планете. К тому же, одна из теорий и вовсе гласит о том, что пирамиды строились не просто инопланетянами, но и в принципе для инопланетян. Ну, посредством пирамид они могут контактировать с нашей землей или как минимум следить за нами. Возможно, именно тот контакт был позже изображен на стенах храма Сети I в Абидосе. На одной из плит храма можно найти иероглифы, которые изображают вертолет, подводную лодку, дирижабль и планера. В Древнем Египте никак не могло существовать этих средств передвижений, но некоторые альтернативные ученые считают, что все это могло быть у инопланетян, которые и прилетели в Египет к Тутмосу Третьему. Якобы после этой встречи фараон решил дополнить старинный храм новыми иероглифами, чтобы отдать пришельцам дань уважения, либо же это сделали сами инопланетяне, оставив таким образом послание о себе. Ученые не принимают эту теорию, говоря, что изображение техники – это не что иное, как оптическая иллюзия. Но как-то подозрительно, что оптическая иллюзия привела к тому, что мы можем увидеть сразу четыре современных средства передвижения на стене древнеегипетского храма, правда? К тому же это далеко не все. Есть еще один храм – храм Абу-Симбел. Над входом в храм изображен самый натуральный инопланетянин с огромной головой. Еще одно совпадение. Теоретики считают, что это прямое доказательство того, что инопланетяне посещали Египет. Более того, по их мнению, храм – это их рук дело. Фасад храма представлен четырьмя колоссальными изображениями трех богов, а также фараона Рамсеса. Высота каждой из статуи составляет примерно 20 метров. Храм в Абу-Симбеле демонстрирует невероятные физические и интеллектуальные способности египтян, а также показывают безумные дизайнерские решения древнеегипетских архитекторов и проектировщиков. Так говорят обычные ученые. Теоретики им отвечают, что древние египтяне при всем желании не смогли бы построить такой монументальный храм. По их мнению, либо храм воздвигли инопланетяне, после чего оставили о себе послание в виде фигуры с огромной головой над входом, либо пришельцы научили египтян продвинутым технологиям и передали им сверхзнания, благодаря чему удалось построить такой храм. Египтяне же в благодарности инопланетянам увековечили одного из них в камне. Двигаем дальше, ведь это далеко не все. Египтяне отдавали дань уважения пришельцам и другими способами. Например, с помощью денег. Нет, пришельцам они ничего не платили. Думаю, инопланетян точно нет проблем с деньгами. А вот на монетах они их увековечивали. Так, несколько лет назад в Египте нашли загадочные монеты. На одной из них изображен некто, уж очень напоминающий пришельца. Огромные глаза, вытянутая лысая голова, странное тело. Именно так мы и представляем инопланетян. На обратной стороне этой монеты было еще кое-что интересное. По краю выгравирована надпись на латыни. Апортунус одест, которая переводится как «здесь в свое время». По центру же изображено что-то, в чем можно разглядеть летающую тарелку. Есть и другие подобные монеты. И что интересно, их находили не только в Египте, но и в других уголках Земли. В том числе во Франции и в Италии. Что касается египетской монеты. Обратите внимание на дату. Там написано 1656. Получается, пришельцы продолжают посещать Египет. И были там в 17 веке нашей эры. В целом в этом есть логика. Ведь если инопланетяне прилетали на Землю в третьем тысячелетии до нашей эры, чтобы построить пирамиды и во втором тысячелетии, чтобы воздвигнуть храм и поговорить с фараоном, то почему они не могут прилететь еще через пару тысяч лет? Может, они и вовсе бывали там совсем недавно? Теоретики считают, что инопланетяне не только что-то строили в Египте или беседовали с египтянами, но и дарили им подарки. Это те самые артефакты, которые до сих пор не может никто объяснить. Например, вот, этот артефакт сейчас находится в Нидерландах, в Вейденском музее древности, и он вызывает вопросы. Возраст артефакта оценивается в 4500 лет. А ведь именно тогда и была построена пирамида Хеопса. Видны египетские символы, а значит, артефакт точно имеет связь с Египтом. О предназначении артефакта до сих пор ничего не известно, а его символы так и не разгаданы. По одной из версий, перед нами Карго Культа. Но другая теория гласит, что это панель звездолета, а точнее его копия сделана из алебастра, которую пришельцы подарили фараону. Если вспомнить предположение, что пирамиды строились пришельцами и для пришельцев из созвездия Ориона, то артефакт приобретает хоть какое-то значение. Возможно, инопланетяне хотели, чтобы фараон знал об их местонахождении. Либо они просто подарили ему копию части своего корабля, либо это просто обычный по меркам пришельцев подарок без всякого смысла. В любом случае, артефакт интересный. Есть еще диск Сабу. Его нашли в Саккаре, в одной из могил. Возраст артефакта оценивается в 5000 лет. Ученые как следует исследовали этот диск и выяснили несколько моментов. Диаметр диска, его устройство и так далее. Они не выяснили два самых важных момента. Первый, как именно этот диск мог быть создан так давно. И главное, для чего он вообще был нужен? Версий множество. От той, что диск Сабу был частью светильника или прототипом колеса до ритуального назначения. Есть и другая версия, что диск Сабу является частью космического корабля. А кто-то считает, что это еще один презент от пришельцев древним египтянам. Якобы только они могли создать нечто подобное. И лишь они знали об истинном предназначении этого предмета. Но пришельцы могли дарить египтянам не только бездевушки или просто непонятные предметы. Об этом может говорить еще один артефакт. Птица из Саккары. Это деревянная фигурка, обнаруженная в 1898 при раскопке одного из могильников Саккары в Египте. Она была изготовлена в 3-2 веке до нашей эры. Вот она вам ничего не напоминает? Птица из Саккары уж очень похожа на самолет или подобный летательный аппарат, а точнее его прототип. В этом убеждены даже специалисты по аэродинамике. На это, по их мнению, указывают странный квадратный хвост и неестественные крылья. Причем это не просто бездумный прототип. Один египтолог изготовил модель данного артефакта, снабдил ее хвостовым стабилизатором, запустил в воздух и выяснил, что она может планировать. Значит ли это, что инопланетяне передали египтянам технологии строительства летательных аппаратов? Как по мне, все возможно. Кажется, инопланетяне настолько любили Древний Египет, что некоторые из них даже оставались тут жить. А когда они умирали, египтяне хоронили их по своим обычаям, делая мумии. Как иначе объяснить сразу несколько необычных находок? Например, эту мумию нашли в маленькой пирамиде возле пирамиды Синусерта II. Структура ее скелета не похожа на структуру человеческого тела, а лицо выглядит чужеродно. Останки так и не смогли идентифицировать. Что интересно, анонимный источник утверждает, что мумия родом явно не с земли. И что она сильно обеспокоила египетские власти, которые хотели сохранить это в секрете. Это не единственный такой случай. Например, в пирамиде в Гизе нашли четыре крошечные мумии в закупоренных сосудах. Вот одна из них. Когда исследователи начали изучать этих мумий, то пришли к выводу, что они вообще не имеют отношения к человеку. У них было иное строение тела и черепа. ДНК-анализ лишь подтвердил слова ученых о том, что эти мумии были нечеловеческими. На животных они тоже явно не похожи. Остается лишь вариант с инопланетянами. Вы слышали о таком городе, как Гераклион? Это древний город в Нижнем Египте, который когда-то давно затонул. Он пробыл под водой много лет, пока в 2000 году его не обнаружил французский подводный археолог Франк Гадио. Вместе со своей командой они нашли здесь множество статуй, развалин, руин-цветилищ и многого другого. Они пришли к выводу, что Гераклион некогда был процветающим центром торговли. А еще, именно тут был найден очень необычный артефакт. Взгляните на эту статую, которую извлекли из-под воды. Женщина держит ребенка инопланетянина. Причем это, по словам археологов, не единственная такая находка. Есть и другие. На что все это значит? У альтернативных ученых есть мнение на этот счет. Они полагают, что это доказательство того, что в Древнем Египте инопланетяне занимались опытами по выведению гибридов людей-пришельцев. Возможно, инопланетные ученые отбирали египтянок по каким-то генетическим признакам, оплодотворяли их. А потом женщины до родов находились под их наблюдением в храме-лаборатории. Эта лаборатория, судя по всему, находилась именно в Гераклионе. Как по мне, все эти интересные находки, артефакты, руины, барельефы и прочее. Все это просто не может быть обычным совпадением. Слишком уж много совпадений для такой, не самой крупной страны. Теперь очень трудно отрицать, что инопланетяне любили Древний Египет. Часто тут бывали. Помогали египтянам со строительством, а те восхваляли их разными способами. И как будто этого было мало. О странностях в Египте сообщают и обычные люди. Вы когда-нибудь могли себе представить такое, чтобы пирамида могла летать? В прямом смысле слова, это звучит странно, но тем не менее, подобное удалось снять очевидцам. На видео ярко видно неопознанные летающие объекты, имеющие перевернутую треугольную форму. Причем происходит это все рядом с пирамидами, так что создается ощущение, что они решили свалить с нашей планеты. На самом деле, я бы этому не сильно удивился, поскольку пирамиды, учитывая их возраст, реально выглядят как нечто инопланетное. Люди в интернете сразу же бросились обсуждать эту тему, но ни к чему конкретному так никто и не пришел. Если вы думаете, что перевернутые пирамиды это единственный странный объект, который появился в небе над Египтом, вы заблуждаетесь. Через несколько лет после того инцидента люди вновь были шокированы, увидев неизвестный огненный шлейф. Это произошло над египетскими пирамидами в Гизе. Явление сильно напоминало летящий метеорит, а шлейф был его следом. Но ни об одном падении метеорита на власти не было. Может это небольшой отделившийся от основной части элемент, полетевший в противоположную сторону? Конечно же, большинство разговоров были посвящены именно этой версии. Но в то же время нашлись и люди, поверившие в нечто более мистическое. Поскольку падение метеорита так и не случилось, люди были убеждены, что они засняли НЛО, пролетавшее над пирамидами и проверяющее их состояние. Лично мне слабо в это верится, поскольку инопланетяне могли бы проверить состояние издалека. Но тот факт, что от метеорита не было следа на Земле, заставляет задуматься над версией СНЛО. Древнее послание. Сколько их только было в истории. Чего стоят множественные записи и древние бумаги, на которых есть почерк античных людей. К слову, есть кое-что интересное и по нашей сегодняшней теме. Один ученый занимался изучением пирамид. Только делал он это не вблизи, а со снимков, которые делал спутник. Поначалу все было в пределах нормы. Но ученый заметил тайные послания, зашифрованные рядом с постройками. Неподалеку от пирамиды Хеопса были огромные письмена. Паркер, так звали ученого, сумел подобрать перевод этих слов и пришел к выводу, что записку оставили инопланетяне. Более того, по заявлению мужчины, они обещают набестить землю совсем скоро, в этом году. Вроде как визита еще не было, поэтому нам остается лишь ждать. А пока я отвечу на ваш вопрос, который мог появиться в процессе. Вы могли подумать, видел ли кто-то еще эти надписи? Если пришельцы не оставили их, тогда кто? Это есть свое объяснение. Уфологи считают, что письмена действительно были созданы искусственным образом, однако оставили их не пришельцы, а наши предки. Шел август 2015 года. Обычный житель Египта занимался своим огородом, когда совершенно случайно, копая яму для колодца, наткнулся на нечто действительно пугающее. Он выкопал пробирающее до мурашек красное существо небольших размеров. У него были огромные глаза, и создание не было похоже ни на что известное человеку. Мужчина быстро выложил фото вместе с находкой в сети, оно молниеносно разлетелось по всему интернету. Безусловно, люди стали выдвигать свои теории насчет того, что нашел человек. Согласно первой и самой естественной теории, созданием является нечто инопланетное. Этот красный монстр даже выглядит, как инопланетянин из людей в черном. Другая же версия гласит, что это человеческий деформированный эмбрион. Но как в таком случае он мог жить под землей и не окочуриться? В общем, это фото, как и вся его история, очень мутная и совершенно непонятная. Возможно, простой садовник наткнулся на революционную находку. А может быть, это простой фейк и ничего более? Как вы считаете? Напишите в комментариях, и двигаем далее. Мне все еще больше начинает казаться, что пирамида – это нечто особенное, поскольку они буквально притягивают всякие загадочные феномены ко всему Египту. Так в 2011-м, прямо во время беспорядков в Каире, местный канал новостей снял очень любопытные кадры. Поначалу на них ничего сверхъестественного не происходит. Обычный протест. Обычный Египет. Как вдруг прямо из ниоткуда на фоне толпы появляется силуэт всадника? Это изображение можно было рассмотреть невооруженным глазом. Создание поскакало в сторону и скрылось в тени так же быстро, как появилось. Разумеется, такое видео не могло не заставить сомневаться в своей достоверности. Люди стали всячески проверять его на фейк, но никаких точных данных о съемке никто так и не получил. Тем не менее, всплыла любопытная теория касательно этого инцидента. Люди поверили, что новостной канал случайно снял всадника апокалипсиса, одного из четверки. По верованию, создание приходит лишь тогда, когда оно должно предупредить людей о чем-то крайне важном, о чем-то, что уже совсем близко. В любом случае, люди были сильно увлечены протестами, поэтому никто так и не узнал, что же такое грядет. Однако, помимо еще неразгаданных эпизодов, которые мы только что с вами посмотрели, в Египте есть еще множество других находок, которые, хоть и не являются мистикой, но по накалу точно и не уступают. Смотрите дальше, будет очень интересно. Пирамида Хеопса – одно из семи чудес света. Это чудо построили примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры, когда, собственно, и жил фараон, в честь которого назвали пирамиду. Прошло немало лет, и ученые, как ни странно, продолжают исследовать объект, который в высоту составляет 145 метров, а в ширину порядка 230. Казалось бы, что там уже можно найти. Но за последние пару столетий люди все-таки обнаружили несколько загадочных комнат. Предполагается, что в одной из них был похоронен непосредственно сам фараон, в другой – его супруга. Ну а третья комната выступала своего рода ловушкой для всех потенциальных грабителей. У египтян в то время все было настолько продумано, что даже в коридоре они поставили инновационную на тот момент систему безопасности, представляющую собой необычные каналы и структуры. Все это создавалось с одной целью – оберегать покой фараона. Однако мумий-правители и его семейство до сих пор там не обнаружили. Это наводит исследователей на еще одну мысль о том, что, возможно, они пока не докопались до правды. И знаете, я совсем не верил в то, что ученые с такими системами поиска до сих пор ничего не нашли. Не верил до этого момента. Каждую секунду в верхних слоях атмосферы Земли образуются миллионы заряженных частиц, которые называются мионы. Они появляются из-за столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе. Эти столкновения разгоняют мионы до околосветных скоростей, благодаря чему они проникают на десятки и сотни метров вглубь поверхности планеты. Как показывают замеры ученых, каждый квадратный метр поверхности Земли поглощает около 10 тысяч этих частиц. Используя знания, французские ученые и археологи модифицировали свои приборы, приспособив их к просмотру буквально сквозь стены. Благодаря этому ученые с археологами сделали сенсационное заявление. Они сказали, что в пирамиде Хеопса есть несколько неизвестных ранее пустот. Предположительно, ими могут являться скрытые комнаты, к которым у простых смертных нет доступа. Само собой, физики и археологи стали негодовать, мол, как это они могли потратить столько времени на исследование, ничего не нашли. А тут появились какие-то умники и заявили, что в пирамиде есть тайная комната. В сторону французов посыпался град вопросов и наездов, что выдвинуло их совершить повторные закрепительные замеры. На сей раз они взяли сразу три меонных телескопа и провели замер по всем правилам. Результат оказался шокирующим. Данные нового исследования совпали с первым, что подтверждает тот факт, что в пирамиде есть какая-то комната, до которой люди еще не добрались. Более того, во время этих замеров французы установили набор пленок, чувствительных к действию меонов. Над главным коридором, по их мнению, есть комната длиной в 30, высотой в 8 и шириной примерно в 2 метра. Пока не было принято никакого решения о раскопке комнаты или о том, как иным путем в нее попасть. А я все надеюсь, что однажды Египет начнет не только подкидывать загадки, но и давать ответы на них. А пока что мы отправимся в путешествие в другие части света. Тайна Новой Зеландии Новая Зеландия – очень далекая страна. Она находится будто на отшибе всего мира, да и особо ничем неизвестно. Многие знают лишь то, что там снимали «Властелин колец». Однако там есть и свои загадки. И от того, что страна находится далеко, они становятся лишь интереснее. Главная археологическая тайна Новой Зеландии – стена Кайманава на северном острове. Это часть некой стены, сложенной из прямоугольных каменных блоков, каждый из которых имеет высоту около 1 метра, длину около 2 метров и весит несколько тонн. Некоторые блоки разошлись, и между ними образовались зазоры, но некоторые подогнаны друг к другу с такой ювелирной точностью и идеальным расчетом, что между ними не проходит даже лезвие ножа. Напоминает вам о чем-то? Конечно же, это напоминает о египетских пирамидах, про блоки которых говорят так же. Видимо, блоки Кайманавы, которые разошлись ранее, тоже были подогнаны друг к другу так же идеально. Между блоками прослеживаются горизонтальные линии, и это дало ученым повод подумать, что на самом деле они нашли только верхушку стены. Есть предположение, согласно которому под землей скрывается огромная структура, и это близко, не похоже на естественное образование. Очевидно, что стену построили люди. И тут мы подбираемся к самому интересному. Кто и как построил такое сооружение? Во-первых, Маори, коренное население Новой Зеландии, никогда не строили ничего подобного. Они в целом не особо работали камнями, уж тем более на таком уровне. Вдобавок, оценив возраст постройки, археологи сделали вывод, что ее воздвигли за 500 лет до того, как на остров прибыли первые европейцы. Получается, стену воздвигли не Маори и не европейцы. Но кто же тогда? Во-вторых, если даже египетские пирамиды до сих пор вызывают массу вопросов, то тут вопросов еще больше. Кому потребовалось строить нечто подобное в столь далеком месте? Ведь, как я уже сказал, ученые считают, что они видят лишь часть постройки и что вся суть спрятана под землей. Кто-то даже считает, что это часть подземного города с огромной площадью. И что самое интересное, после того, как была найдена эта стена, правительство Новой Зеландии засекретило результаты раскопок и запретило ученым вдаваться в подробности при общении с другими людьми. Но зачем засекречивать? Получается, есть что скрывать. Не исключено, что стена Кайманава может быть связана с египетскими пирамидами. Возможно, это строение воздвигла неизвестная цивилизация с продвинутыми технологиями. И правительство старается скрыть находку. Ведь иначе правда о ней может изменить всю историю. Это не единственная находка, которая может изменить историю. Есть и другие, которые не то что меняют историю, а сносят крышу, когда узнаешь о них. Например, колесо в шахте. Около 15 лет назад рабочие занимались своими делами в шахте. Добывали уголь, как вдруг наткнулись на необычный объект. Они увидели колесо от повозки в угольном пласте, точнее его отпечаток. Можно подумать, что тут когда-то жили древние люди, и это просто их артефакт. Интересный артефакт, но не более того. Однако это не так. Во-первых, угольные работы проводились на гигантской глубине в 900 метров. А во-вторых, ученые, которым шахтеры скинули снимки артефакта, пришли к выводу, что чтобы колесо отпечаталось там таким образом, в угле на такой глубине потребовалось бы 300-350 миллионов лет. Но как такое возможно? Ведь 300 миллионов лет назад не то что людей, даже динозавров еще не было. Извречь колесо шахтеры не смогли. Оно настолько сильно въелось в уголь, что без специального оборудования его было бы невозможно достать и поднять на поверхность. Поэтому шахтеры попросили разрешение на более развернутый научный анализ артефакта. И вдруг руководство шахты запретило проводить им исследования. А правительство постаралось скрыть подробности всей этой ситуации. Совпадение ли? Но вскоре после обнаружения этого колеса шахту официально закрыли, оборудование демонтировали, а нижние слои затопили. Поэтому теперь никто не сможет добраться до этого артефакта. Странно, не так ли? Кому это может быть выгодно? Правительству, которое не желает, чтобы обычные шахтеры переписали всемирную историю и все, что мы знаем о человечестве? Или кому-то еще более властному? Есть и несколько других. Например, лондонский молоток, найденный в Техасе в 1930-х годах. Считается, что этой находке более 400 миллионов лет. И хотя ученые пытаются объяснить это тем, что молоток на самом деле не такой старый, что он просто упал в каменную трещину и был закупорен известняковыми отложениями. Лично меня настораживают такие артефакты. Понятно, почему их боятся показывать публике и даже говорить о них. К слову, следующие артефакты тоже из этого числа. Это артефакты Ахуэллс Де Халиско из Мексики. Эти артефакты находили еще сотни лет назад и продолжали находить в прошлом веке. Но правительство Мексики засекретило их. Их спрятали в секретных хранилищах. И лишь несколько лет назад правительство решилось открыть доступ к этим таинственным вещам. Но зачем их засекречивать? За тем, что артефакты могут иметь инопланетное происхождение, или же изображать инопланетян и все связанное с ними. В коллекции имеется около 400 экземпляров, и они могут удивить даже прожженных скептиков. Некоторые артефакты представляют собой что-то вроде слепка головы, но голова явно не человеческая. Именно так мы представляем голову у инопланетянина, верно? Причем, как я сказал, артефактам уже сотни лет. Их создали задолго до того, как образ пришельца стал известен в поп-культуре. Получается, это вовсе не образ, а действительность, которая отражена и здесь. Также артефакты изображают различные фигурки, инопланетян и странные маски. Они тоже не выглядят человеческими. Есть и нечто напоминающее ритуал или какие-то подношения. Один из артефактов изображает нечто уж больно напоминающее летающую тарелку с изображением гуманоидного создания. Возможно, именно тут запечатлено прибытие пришельцев на Землю. В одном из артефактов теоретики увидели Сатурн, что может намекать на то, что инопланетяне живут не где-то очень далеко, а прямо в нашей Солнечной системе. Само собой, скептики начали утверждать, что это обычные артефакты майя или других цивилизаций, которые раньше жили на территории современной Мексики. Но зачем тогда в таком случае их засекречивать? Ведь про майя и всем известно. Да и руины их городов и артефакты уже давно стали частью истории. Причем ученые и правительство достаточно долго отказывались показывать эти находки. Это наводит на разные мысли. Как по мне, подобные находки все больше и больше усиливают веру в то, что пришельцы абсолютно реальны. Причем выглядят они именно так, как мы их представляем. Есть еще одна секретная находка, связанная с пришельцами. Думаю, вы все слышали про Розуэльский инцидент. Это когда в 1947 году в США упал НЛО. Именно то событие считается зарождением всех этих историй и разговоров про пришельцев. Но то был не единственный инцидент. Нечто подобное произошло и в Англии, когда в 1957 году в области Сильфо-Мур в графстве Норд-Йоркшира упал миниатюрное НЛО. Конечно, все уже были наслышаны о Розуэльском инциденте. Поэтому правительство приказало ученым срочно выехать на место, забрать все и увезти в музей. Очевидцы вспоминали, как вскоре после этого к музею подъехали черные фургоны с людьми в темных костюмах, которые спешно забрали несколько ящиков с неизвестными предметами. Лишь не так давно общественности показали эти предметы. Небольшие обломки и осколки от объекта, который предположительно был летающей тарелкой. Помимо тарелки, ученые нашли и послание. Загадочную книгу со страницами из меди, в которой было сообщение объемом в 2000 слов. Известно, как, но ученым удалось перевести послание. Его автором был пришелец по имени Уло. Он предупреждал человечество об опасности ядерного оружия. В конце сообщения было сказано, вы должны совершенствоваться или вы исчезнете. Загадочности добавляет тот факт, что в какой-то момент обломки и книга просто исчезли. Многие считают, что это был способ правительства скрыть и утаить правду от общественности. Немало людей уверены, что это на самом деле был фейк, но сделанный очень профессионально и искусно. Но что если это не так, и в 50-е годы инопланетяне действительно сбросили на Землю небольшую летающую тарелку с сообщением внутри? В любом случае, нам нужно прислушаться к посланию, кто бы его не оставил. НЛО нередки и в наше время. Не так давно Пентагон заявил о том, что число сообщений о встречах НЛО превысило 650, а с 2004 по 2021 год было 144 наблюдений НЛО. Достаточно интенсивно, правда? Тут надо понимать, что это не обязательные инопланетяне или что-то в этом роде. Ведь НЛО это неопознанный летающий объект. И может быть любая штука в небе, которую не смогли идентифицировать. Правительство США долго скрывало этот факт, но несколько лет назад раскрыло три секретных коротких видео с неопознанными летающими объектами. На первом военнослужащие США с удивлением наблюдают за объектом, движущимся на скорости более 200 км в час против ветра. Как по мне, он похож на волчок или даже на летающую тарелку, только перевернутую. На втором фрагменте движется какой-то объект, который вообще невозможно распознать. Он находится далеко и выглядит как движущаяся точка. И примерно такой же объект показан на третьем ролике. Вот еще один интересный фрагмент, который снят уже не на столь большой высоте. В кадр попал некий шарообразный объект, и камера тут же последовала за ним. Никаких крыльев у него нет. Двигателей тоже не наблюдается, но движется объект очень быстро. Военно-морские силы США подтвердили подлинность этих записей, поэтому о фейках не может быть и речи. А что это было? Кто-то считает, что Пентагон опубликовал видео с дронами или метеозондами. Но многие уверены, что это лишь прикрытие, что правда в другом, в том, что это НЛО инопланетян. Даже люди, приближенные к Пентагону, подтверждают это. Например, в этом году ветеран разведки США Дэвид Граш рассказал общественности, что США скрывают внеземные находки от общественности. По его словам, в Вашингтоне есть неповрежденные и частично неповрежденные летательные аппараты инопланетного происхождения, которые либо успешно приземлились, либо потерпели крушение и разбились. По его словам, Пентагон на протяжении десятилетий скрывает о таких находках и использует их в своих целях. Он уверяет, что США используют эти обломки и различные инопланетные артефакты, чтобы улучшить возможности своей армии, поскольку внеземные технологии на порядок выше наших. Более того, Граш сказал, что у спецслужб есть нечеловеческий биологический материал, то есть останки пришельцев. По его словам, все эти секретные программы тщательно скрываются, а те, кто попытаются докопаться до истины, будут немедленно ликвидированы. Оставим НЛО и инопланетян в покое. Есть еще кое-что, о чем стоит поговорить. О загадочной деревне. В прошлом веке любитель археологии и архитектуры Роберт Гарсе решил реализовать проект в бельгийском Эбен-Эмаэль. Неподалеку от местного форта он решил построить огромный замок. Гарсе с командой рабочих возводил замок 15 лет и построил здание на 7 уровней. 5 над землей и 2 под ней. Нас интересует именно подземный уровень. Ведь во время работ команда рабочих наткнулась на загадочную сеть тоннелей. Пройдя по ним, Гарсе увидел пещерное сооружение, напоминавшее ему деревню. Находка интересная, но в целом ничего необычного пока нет. Подобные подземные поселения находили и раньше. Однако именно таких еще никто не находил. Гарсе, будучи археологом-любителем, изучил слой, провел анализ и установил, что деревне должно быть 70 миллионов лет. Там же Гарсе нашел различные артефакты. В основном примитивные фигурки, вырезанные из камня, а также череп мозазавра. Морской рептирии, очень опасного доисторического хищника, исчезнувшего вместе с динозаврами. Все это противоречило мировой истории, и чтобы подтвердить или опровергнуть свои исследования, убедиться во всем наверняка, он пригласил на место профессиональных археологов. Однако никто из них так и не появился. Гарсе уже нет в живых. Мы могли бы исследовать эту деревню в наши дни, но уже слишком поздно. По загадочному стечению обстоятельств, деревня была разрушена взрывом в шахте, прежде чем ее можно было тщательно исследовать. Более того, раскопки в той местности сейчас запрещены законом, якобы чтобы не затронуть важный культурный слой. Это как-то все странно. Снова запреты и утаивание. Может быть мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда кому-то невыгодно, чтобы такое необычное место исследовали профессионалы. Кто-то считает, что это место на самом деле было давно известно археологам, но находки не вписывались в официальную принятую трактовку древней истории, поэтому археологи долго умалчивали об этой деревне. Когда ее нашли, то ее уничтожили намеренно, чтобы никто не докопался до правды. Места, где находят революционные находки, это мощно. Но как насчет места, где пропадают сотни тысяч человек? Как вы думаете, в каком месте может бесследно исчезнуть сотня тысяч человек? Может быть в неизведанной и опасной местности? В какой-нибудь лаборатории с незаконными опытами? Или в мистическом регионе? На самом деле все куда проще. Более того, вы все хорошо знаете это место. Ведь это Мексика. Казалось бы, Мексика далеко не самая последняя страна в мире. Она достаточно большая, известная, и десятки тысяч людей приезжают туда в качестве туристов. Так оно и есть, но Мексика – страна контрастов. В то время как туристические районы относительно безопасны и красивы. Настоящая Мексика – это сущий кошмар для многих людей. Не так давно в стране был побит печальный рекорд. Сто тысяч человек числятся пропавшими без вести с момента начала регистрации таких случаев. Ежедневно в стране пропадают без вести около сорока человек. К сожалению, иногда среди них оказываются и туристы, которые просто приехали отдохнуть и попробовать настоящие буриты с текилой. Одна из главных причин исчезновения людей – картели, а также мексиканские преступные банды. Они уже давно наладили бизнес по похищению и выкупу людей. Без вести пропадают не только люди, замешанные в криминале, но и обычные люди, которые оказались не в то время и не в том месте. Банды и картели не церемонятся со свидетелями и без раздумий ликвидируют их. Но не все пропажи связаны с картелями и бандитами. Многие туристы пропадают без вести, решая отправиться в неизведанные уголки страны, коих тут немало. Поход по дикой дороге без сопроводника почти гарантирует трагедию. Наконец, большую роль в пропажах без вести в Мексике играет бездействие полиции и запоздавая привлечение к ответственности. Мексика далеко не единственное место, где часто пропадают люди. В мире есть и другие места, в том числе более неожиданные, чем мексиканская глушь, а также мистические регионы, которые забирают людей навсегда. Смотрите дальше, чтобы узнать, где еще люди часто пропадают без вести и куда лучше никогда не отправляться в качестве туриста. Неподалеку от Мексики, через Гватемалу, находится небезызвестное государство Гондурас. Многие люди не знают об этой стране буквально ничего. Разве что слышали ее название, которое у большинства вызывает усмешку. Но смешного в Гондурасе мало, ведь это одно из самых опасных государств планеты. Уровень преступности в Гондурасе зашкаливает. Грабежи здесь происходят настолько часто, что полиция не в состоянии охватить все случаи и разобраться со всеми преступлениями. Даже в крупном городе есть вероятность попасть в неприятную ситуацию. Что уж говорить, если второй по величине город Гондураса, Сан-Педро-Сула, признается самым опасным населенным пунктом на земле. Улицы этого города это что-то вроде GTA в реальности. Тут постоянно стреляют, угоняют машины, что-то взрывают и грабят. Но это еще полбеды. В Гондурасе очень часто пропадают люди. Ситуация во многом как в Мексике. Преступники устраняют как своих конкурентов, так и случайных свидетелей. Они похищают, увозят в неизвестном направлении и расправляются так, что не остается никаких следов. Также пропажи без вести происходят в обычных парках Гондураса. Об этом предупреждают даже в туристических агентствах. В зоне особого риска находятся девушки. В Гондурасе им не рекомендуется путешествовать без компаний мужчин. Панамские пешие трупы Центральная Америка не перестает неприятно удивлять. Красивая страна Панама, славящаяся своим панамским каналом, известна еще и пропажами без вести. Особенно опасными считаются пешие трупы, которые так любят туристы. В Панаме есть на что посмотреть. Природа тут отличная. Только во время путешествия стоит быть начеку и лучше не идти в поход одному или парой. Самым известным и шокирующим случаем стало исчезновение Крис Крэмерс и Лисен Фрон. В 2014 году девушки отправились в поход по Панаме, но совершили ошибку. Они не взяли с собой проводника и нормальных запасов еды и воды. 1 апреля они пропали без вести. Через несколько суток девушек начали искать, но поиски оказались успешными лишь наполовину. Стало известно, что девушки погибли, однако. До сих пор не ясно, что именно с ними произошло и кто во всем виноват. Горы Венесуэлы Венесуэлу сложно назвать стабильной и безопасной страной. Здесь регулярно происходят беспорядки, а с экономикой творится беда. Власти страны так обеспокоены беспорядками, что выстроили для туристов отдельные зоны, где гости страны могут себя чувствовать в относительной безопасности. Но даже там не все так гладко. Туристы могут исчезнуть прямо в туристических зонах, а если выйдут за ее пределы, то шанс на исчезновение увеличится. Всему виной криминал, царящий в Венесуэле. Не менее опасными считаются горы Венесуэлы. История знает немало случаев, когда туристы отправлялись на пешую прогулку по горам Венесуэлы и навсегда пропадали. Многие местные жители верят, что горы Венесуэлы представляют собой мистические места, и пропажи людей они объясняют проделками НЛО, инопланетян, загадочных существ и так далее. Может, они и правы? В любом случае, отправляясь изучать природу Венесуэлы, важно обязательно находиться в компании нескольких человек. А уж о том, чтобы самостоятельно изучать местность, и речи быть не может. Парки Америки Парки Америки славятся своей красотой, ландшафтами и удивительными местами. Но не все так радужно. Оказывается, американские национальные парки – это еще и места, где очень часто пропадают люди. Более 1100 туристов пропали без вести в течение последних десятилетий. Что удивительно, многие из них были опытными путешественниками с необходимыми навыками, но они все равно бесследно исчезли, и их так и не нашли. Дэвид Полидес, бывший американский полицейский, после завершения карьеры в 2008 году занялся изучением загадочных случаев исчезновения людей в США, Канаде и Европе. В частности, он занимался таинственными пропажами в национальных парках Америки. Дэвид писал в своих книгах, как он неоднократно пытался получить от службы национальных парков в США списки пропавших без вести. Однако ему говорили, что таких списков не существует. Неофициальные источники потребовали от бывшего полицейского огромные суммы денег. По его словам, даже те, кого находили в парках, не помнили детали своего исчезновения. Полицейские уверяют, что чаще всего пропадали дети, которые словно растворялись в воздухе, что их родителям на пару минут отвернуться. Также в своих исследованиях он писал, что люди исчезали перед началом ураганов. Шоссе 16 Внешне шоссе 16 расположено в Британской Колумбии, что в Канаде, выглядит вполне обычно. Такая типичная американская трасса с разметками, обочиной и так далее. Но трасса эта совсем нетипичная и необычная. Ведь не на каждой дороге регулярно пропадают люди. Отсюда второе название трассы. Шоссе слез. Люди исчезают на отрезке протяженностью около 800 километров между горами Принц Джордж и Принц Руперт. Уже более 50 лет здесь постоянно кто-то бесследно пропадает без вести или погибает. В связи с этим на шоссе можно часто увидеть билборды и плакаты, предупреждающие об опасности пеших прогулок в окрестностях, а также изображения людей, которые пропали. За их обнаружение готовы дать большое вознаграждение. Но кажется, все это без толку, ведь люди пропадают с концами. Что интересно, исчезают здесь только женщины или молодые девушки? Это наводит на мысль, что на трассе орудует маньяк с четкими мотивами. Это хорошая версия, но есть несколько нюансов. Во-первых, как один маньяк может действовать уже 50 лет подряд? Неужели возраст все еще позволяет ему активно устранять жертв? Во-вторых, если это даже так, то каким образом его никто не поймал за полвека? И в-третьих, как он способен покрывать целых 800 километров трассы? Как по мне, либо маньяков несколько, и на шоссе орудует целая банда, либо истина вообще в другом? Поделитесь мнением в комментариях. Надеюсь, что вам было интересно. Если так, то ставьте лайк и подписывайтесь.